Так, всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. Я надеюсь, вы меня видите, слышите. Так, пауза, пауза. Фух, подушечку. Возьмем подушечку, как когда приходишь к косметологу, берешь в руки подушечку, чтобы не страшно было, если будет что-то колоть. Итак, всем здравствуйте! Я сегодня немножечко с задержкой. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я даже вспомнила, как это говорится. Поэтому мы сегодня с вами, я надеюсь, проведем плодотворный классный эфир. И сегодняшняя тема, я выбрала такую тему, как работа над ошибками. Работа над ошибками, потому что, знаете ли, если помните, в детстве, когда мы учились с вами в школе, мы проводили работу над ошибками. Я даже помню, как мы писали в тетради. И, в общем-то, это были самые золотые для меня личные уроки, потому что работа над ошибками позволяла запомнить, запомнить. Я очень хорошо помню, как я писала какой-то диктант, и шла по пешеходному переходу в метро, там, между станциями, и продавались газеты. И держали там газету, значит, и было написано что-то про шоколад. И буквально на меня снизошло озарение, потому что я только что писала диктант. И, конечно же, я знала, что жиши пиши с буквой И, я написала шоколад, и очень этим гордилась. И тут вдруг на обложке этой газеты написано шоколад. И у меня был вот этот самый шок. И я всегда, когда мы проходили, значит, ну, я понимала уже, что у меня не будет пятерки, я же была отличница. Я очень переживала по этому поводу. Но все такие правила, которые мы разбирали после, там, где я ошибалась и проводила работу над ошибкой, в общем-то, впоследствии на всю жизнь я это запоминала. И мне кажется, что в жизни все происходит абсолютно идентично. Именно за счет того, что мы бегаем, как белки в колесе, боясь остановиться и провести работу над ошибкой, разобраться с тем, почему мы имеем тот результат, который мы имеем, и ничего не можем поменять в этом, и не знаем, что делать. Вот я думаю, что поэтому мы постоянно и совершаем ряд тех ошибок, которые мы совершаем. Но поскольку, как вы помните, я занимаюсь тем, что объясняю, нахожу и, в общем-то, веду по жизни через то, что через связь между нашими мыслями и между нашей реальностью, и как раз рассказываю, делюсь и обучаю тому, каким образом эта взаимосвязь существует, и как мы можем через свои мысли управлять своей реальностью, как мы уже это делаем, но делаем это неосознанно. В общем-то, сегодня я хочу, конечно же, поговорить снова сквозь эту призму, потому что эта тема, на первый взгляд, может показаться очень легкой. Я вообще хочу вам сказать, что вот когда вы слушаете мои эфиры, если вы попробуете послушать их более глубже, не с позиции человека «знаю, слышал, ой, да просто пришел вдохновиться», а с позиции того, чтобы услышать, что я хочу донести, и воспользоваться этим, то ваши результаты будут потрясающими. Это я вам точно могу говорить, потому что все, что я рассказываю, я рассказываю вам не как теорию, а рассказываю вам как человек практикующий, человек, который работает с большим количеством других людей, человек, который изучает все эти знания, в том числе еще из очень многих разных источников, и имеющий доступ к чужому опыту. Могу вам сказать, это потрясающе. Здравствуйте, здравствуйте. Я вас, кстати, недавно вспоминала, думаю, как-то давно не было ваших комментариев. Итак, давайте с вами, собственно, приступим к нашей сегодняшней теме. Господи, я чуть-чуть помою вам. Оля начала ходить на тренировки и чувствую, как мое тело начинает болеть немножко. Итак, точнее, давай так, тело мое начинает становиться красивее. Вот, а боль – показатель того, что, значит, я на тренировках не филоню. Давайте будем разбираться, о чем я говорю. Вы знаете, неоднократно от себя и от большого количества людей я слышу вот это слово «у меня не хватает времени». Действительно, нынешний темп у нас таков, что… Я не буду сейчас рассказывать про вибрации Земли и увеличение темпа, я скажу о том, что мы с вами стали достаточно загружены. И есть на это ряд объяснимых причин. Ну, вот, если вы постарше, да, мне 37, если вот вы старше меня… О, Господи, что же все время этот звук, ребята, простите. Я вот это не говорите. Демоны все время включают. Значит, вы прекрасно знаете следующий момент. Вы знаете о том, что раньше у нас не было мобильных телефонов. Сейчас, когда я говорю об этом детям своим, они не понимают. В смысле, я говорю, и интернета не было. Они говорят, как это? Вот, мы с вами знаем, да, что раньше не было мобильного телефона и не было интернета. И вот я думаю, что это уже очень вполне логическое объяснение для того, чтобы сказать, почему у нас было больше времени. Ну, согласитесь. Вот представьте сейчас убрать из жизни наш телефон и интернет. Ну, конечно, может быть, облава в контексте бизнеса, но в контексте нашего времени, ну, вот даже вот этого пустого какого-то, где мы находим себе, начиная от сериалов, заканчивая там лентами, какими-то переписками и так далее, это занимает огромное количество времени. Мы все уже, конечно же, сказали, что это очень важно. Мы каким-то образом сделали это частью нашей жизни. Некоторые даже телефоны, мне кажется, прирастили к ладони. И тем не менее, о, начинает мой кранчик, газ, вот что-то новенькое. И тем не менее, нашего времени стало сильно меньше. Мы стали гораздо более многозадачливы, мы много успеваем, но в нашей жизни огромное количество в нашей жизни составляет шелухи. Вы согласны со мной? То есть мы делаем очень много действий, которых мы могли не делать. И это, безусловно, связано как раз с вот этими всеми коммуникациями. И за счет этого нашего времени становится меньше и меньше. Нам хочется больше успеть, мы начинаем как будто бы с кем-то соревноваться и так далее. И вот, в принципе, все наши действия, которые мы совершаем, хотите вы этого или нет, они так или иначе, будет классно все будете мне отвечать, они так или иначе связаны с финансовой стороной. Да? Мы хотим зарабатывать больше. Почему? Да потому что у нас сегодня повсюду все висит материальное. Нам показывают классные тачки, нам показывают постоянно классные шмотки, нам постоянно показывают отдых, нам постоянно показывают кучу всего. Мало того, нас еще и дразнят. Ты можешь быть успешным, просто ты дурак сидишь, и ты не успешен. Ты можешь иметь все, мне 18, у меня большой бизнес, ты бы тоже мог, подними свою жопу. Нас дразнят. И, конечно же, мы хотим всего этого. Большинство людей говорят, да, я все это хочу. И пытаются как-то изначально, ну, хоть как-то выжить, да. Ну, то есть я все это хочу, но мне сначала нужно или поучиться, или найти какую-то работу. И вот жизнь людей похожа на вот эту беличью всю историю. То есть мы действительно, как белки в колесе. Ну, я говорю мы, обобщая все это, но тем не менее. Люди все время бегут. Бегут для того, чтобы что-то получить, как-то выжить, что-то дать. И все время существует такая иллюзорная история о том, что мы сейчас добежим, и что-то дальше будет. Вот скажите, пожалуйста, у вас такое, ну, есть ощущение? То есть для чего мы бежим? Давайте подумаем, для чего мы находимся в этом постоянном состоянии бега. Чтобы что? Ну, я себе этот вопрос тоже задаю. Чтобы что? Чтобы что-то купить, чтобы кем-то стать, чтобы больше успеть, чтобы получить больше признания, чтобы заработать больше денег. У нас у каждого есть некое понимание, зачем мы бежим. Но тем не менее, как ни крути, как бы мы не клялись, что мы любим свою работу или свое дело, у нас все равно внутри присутствует какая-то такая история, чтобы что-то получить, вот что-то будет. Вот когда вот, если я совсем смогу, у меня почему-то комментарии отключены, или в чем дело? Почему-то я не вижу ваших вообще комментариев. Что происходит? Ничего не понятно. Нет, все нормально. Чтобы получить удовольствие от самого себя. Ну, вы понимаете, у нас, мы считаем, что мы можем его получить, вот это удовольствие или что-то, зачем мы бежим, если при каких-то условиях. На самом деле, это иллюзия, да? Мы это понимаем с вами. Это иллюзия. Помните, сколько раз вы достигали разных целей, получали то, чего вы хотели, и насколько ваша награда была в виде эмоций короткой. Ну, то есть вы радовались совсем чуть-чуть. Ну, помните, когда вы хотели какой-то супертелефон, машину, отдых, хоть бы он позвонил, сдать экзамен, мечтали, что если вы сдадите экзамен, то жизнь наладится. Ну, и мы очень быстро этому порадовались, и это проходит. Ну, то есть это проходит. То есть мы ждем, ну, вот понимаете, чтобы себя реализовать, это общая такая фраза. У нас все равно есть надежда, что когда мы что-то сделаем, у нас там будет какой-то приз. Какой-то приз будет. И я вам скажу, как есть, может быть, я вас расстрою, что такого времени не наступает. И в лучшем случае, в лучшем случае вы идете по спирали вверх. В лучшем случае. Что это означает? Это означает, что когда вы что-то совершаете, да, вы выбежите, но вы бежите вверх, и вы это чувствуете. И это ваши точки контроля. Как это ощущается? Вы больше зарабатываете, вы можете себе больше позволить. Вы можете позволить что-то своим детям, или вы вообще можете позволить своих детей. Точнее, не своих детей, а себе детей. Вы развиваетесь. То есть вы знаете, что вы каждое утро встаете, вы занимаетесь работой, у вас есть какие-то, что-то вам нравится, что-то нет. Но, тем не менее, ваша спираль вверх. Вверх – это когда вы достигаете своих материальных целей, вы устаете, но вы отдыхаете, я условно говорю, на Мальдивах. Вы понимаете, что это хотя бы не совсем зря. То есть у вас есть моменты, иногда закрадываются, нужно ли это бежать или не нужно. Вы иногда устаете, вы нормальный человек, но вы понимаете, что вы бежите по спирали вверх. Но есть же и другие траектории. Две. Первая траектория – это когда вы бежите, а дела становятся все хуже. То есть вы бежите, что значит бежите? Вы бежите, вы каждый день тоже просыпаетесь, вы что-то делаете, вы нельзя сказать, что вы лежебока. Но такая история интересная, что в принципе результат идентичен тому, кто вообще не бежит. Ну, то есть как-то, знаете, там ходит на какую-то работу, как-то строит свою жизнь, а результат практически один и тот же. Вы знаете, о чем я говорю, понимаете сейчас? И как бы третья спираль – это спираль просто, она не спираль, она круг. Вы просто бегаете по кругу, у вас есть иллюзия, что сейчас спираль начнет, значит, там вверх выстрелить, но она не выстреливает. Вы просто бежите, бежите, бежите. И вот эти два варианта событий сильно хуже, потому что если в первом случае мы бежим и хотя бы получаем результаты, может быть, не всегда понимаем, правильно ли бежим. Очень часто мы получаем результаты, но мы чувствуем себя несчастными, об этом поговорим отдельно. Но тем не менее, и я вам скажу так, что по спирали бежит очень маленький процент людей. Ну, то есть, там, один-два, бежит наверх, все остальные бегают или вниз, или по кругу. Ну, вниз как бы надо постараться, оно периодически так получается, а в основном по кругу. И вы знаете, это не зависит от того, насколько вы умны или глупы, какое у вас образование, сколько вы, какие оценки вы получали в школе, и вообще, насколько вы нормальный человек. Бывало такое, что ты смотришь, вроде придурок, ну, вот он тебе вообще не нравится, ты понимаешь, что он какой-то придурок, а у него почему-то он вверх бежит. Как у него это получается? Мы же всегда привыкли сравнивать как-то по каким-то качествам, по каким-то человеческим нормам, вот. Помните, да, такое? Так вот, я хочу вам сказать, что все это имеет объяснение, и это очень важно понимать. И первое, с чего я хочу начать, это то, что до тех пор, пока вы не зададите себе вопрос, точнее так, вы не поставите себе цель разобраться с причиной, вы будете бежать так, как вы бежали. То есть я хочу, чтобы вы понимали, что время ничего не решит, другой проект ничего не решит. Что-то, на что вы надеетесь, что позволит вам вырваться, не решат этого. Еще раз, никакие действия, которые вы будете другие совершать в контексте изменения во внешней реальности, во внешнем мире, не будут давать вам крутых эффектов. Краткосрочные могут, но затем вы будете снова возвращаться, как с ледяной горки. И сегодня, вот в эти времена, вот в эти годы, вот в те моменты, когда сейчас очень сильно меняется вся энергетическая составляющая нашей земли, вы не сможете ничего поделать с этим. Это выше ваших сил. То есть вы пытаетесь управлять внешним миром, каким-то образом делая что-то во внешнем мире, но ничего не можете изменить. Видите, кто-то понимает, о чем я говорю, а то тут такие люди странные появляются. Напишите плюсик, если вы понимаете сейчас, о чем я говорю. Ну, вообще, чуть-чуть ловите мысль. Что делать? Еще раз, первое, что мы должны сделать, это задаться целью найти причину и сказать себе, почему так происходит, в чем дело, из-за чего это. Теперь давайте вернемся в нашу лекционную залу. Спасибо большое. В наш лекционный зал. Почему-то гаснет экран. Дело в том, что я уже неоднократно вам говорила о том, что мы с вами одновременно живем в наших двух мирах. У нас есть два измерения, мы не будем сейчас говорить о четырех, чтобы вас не путать. Два. Внутренний и внешний мир. И наша внешняя реальность, это реальность, которую мы привыкли с вами видеть, а измеряется временем и пространством. Мы знаем, какой сегодня год, мы знаем, где мы находимся. Вот, собственно, что мы знаем. И мы, когда хотим что-то менять в жизни, мы как планируем? Вот я месяц буду это делать, и, возможно, у меня тогда изменится мой результат. Мы говорим, надо там познакомиться, настроить рекламу, разослать резюме. Мы, неважно, мы строим какой-то свой план во внешней реальности. И при этом у нас есть внутренний мир. Наш внутренний мир, это наш мир реакции наших мыслей, наших чувств. То, что происходит у нас внутри. То есть то, о чем мы думаем, то, как мы реагируем, то, как мы ощущаем. Помните, как бывает, ты куда-то заходишь, вроде бы как на вид уверенный, а внутри у тебя там все это. Тебе говорят, держи себя в руках, да, держись во внутреннем мире, ты вообще там орешь. А во внешнем мире ты такой улыбаешься. Или когда тебе хочется кого-то послать во внешнем мире, ты говоришь, как я рада вас видеть. А внутри тебя сидит твой настоящее я и говорит, да пошла ты в жопу, блин, ненавижу. Вот эти два мира, они у нас существуют параллельно. И мы привыкли считать, что вот этот наш внутренний голос, наши мысли, то, что мы чувствуем, это просто наш закрытый домик, такой крик нашей души, то, что мы не можем выпустить наружу. Ну, мы так привыкли считать. Для нас выпустить внутренний мир наружу, это кому-то сказать правду. Мы знаем, что это не очень хорошо заканчивается. Но на самом деле это не так. Потому что человек имеет еще, ну, мы с вами живем, давайте вспомним, мы с вами живем, и мир наш это не подушка, и не стул, и не стены, как мы привыкли считать. А мир наш состоит из энергии. И мы с вами состоим из энергии. Мы, конечно, не изучаем физику, научные труды, мы не задумываемся. Я многократно проводила этот пример, как мы с вами общаемся сейчас, да? Ну, как, по телефону, вон, интернет. Ну, что такое интернет? Что такое волны, через которые мы общаемся? Мы туда не задумываемся. Но, тем не менее, мы в это верим. Тогда почему мы не верим в то, что человек имеет энергетическое излучение? Только потому, что мы об этом не знаем, не изучаем. Так вот, у нас с вами есть, каждая наша с вами эмоция, эмоция. А к эмоции нас приводит мысль. Например, мы думаем, большой шоколадный торт. И у нас какая эмоция? Эмоция удовольствия. Или мы думаем о чем-то плохом, не буду говорить, не люблю этого. И у нас появляется плохая какая-то вибрация, да? Нам становится неприятно. Так вот, мы с вами излучаем определенную вибрацию энергетическую, как радиоволна, да? То есть, радиоволна настроились мы с вами на шансончик, получили шансончик. У нас мы утроились на рэпчик, получили рэпчик. Точно так же и здесь. У нас есть с вами волновое излучение, энергетическое излучение. И в зависимости от того, что мы с вами думаем, какую волну мы в себе включаем, то мы с вами по закону притяжения и притягиваем. А теперь смотрите, если мы с помощью своих мыслей притягиваем свою реальность, то можно ли сказать, что существует взаимосвязь между внутренним и внешним миром? Конечно, можно. Потому что это означает только одно, что та реальность, которая у нас есть, притянута нами с вами. Нами с вами. Притянута нами. То есть, это мы создаем свою реальность. И именно наша реакция, а за ней и энергетическое излучение определяет, что с нами происходит. Теперь на русском языке. Вы проснулись утром. И видите, что ваш кот, вот у меня так кот любит делать, перевернул вазу с цветами. И у вас повсюду вода, валяются цветы, и ваза разбилась. У вас есть выбор, как вы отреагируете. Вы можете отреагировать с тем, что это мировое проклятие, несчастье, что вам теперь нужно начинать день, вы начинаете его плохо, надо теперь все это мыть, а вы и так устали, у вас сегодня тяжелый день. И вы начинаете злиться. Злиться, в итоге режетесь вазой. И, как говорится, вы включаете в себе такую, знаете, знак минус. И все, как на магнит, начинает в этот день к вам притягиваться негативное. Если же вы выбираете другую реакцию и говорите себе, ой, господи, спасибо, Тимофей, что ты разбил эту вазу, она мне никогда не нравилась. Как хорошо, что теперь у меня не будет этой вазы. И, господи, и цветы сама виновата, надо было давно выбросить. Ну, ничего страшного, заодно и полик помоем. Вот, вы на это легко отреагировали, вы еще, может быть, включили музыку и потанцевали, пока мыли пол. У вас прекрасное настроение, вам его ничто не огорчает. И вот вы настроены на знак плюс. В этот момент вы излучаете позитивную энергию, высокие вибрации, так называемые. И таким образом, как будто бы включаете такие вот антенки, которые начинают притягивать к вам все со знаком плюс. Это то, почему одни люди вроде бы не такие умные, как вы, не такие вообще, вот не такие, как вы. Вам кажется, что они такие, знаете, какие-то там, ну, странненькие и вообще. В общем, они вам не нравятся, но они к жизни относятся легко. Они такие лаки, везунчики, потому что они любят поржать, они легкие, с ними легко. И они своей жизнью притягивают легкое. Они легко знакомятся, они легко устанавливают контакты. Они легкие, вот они такие. Но я вам могу сказать, что, конечно, каждый из нас имеет свои особенности. И иногда, как говорится, очень сложно через себя переступать. Но, тем не менее, у каждого из нас есть свой путь и свой подход. Поэтому важно понимать, что мы влияем на эту реальность. И теперь скажите мне, пожалуйста, давайте вернемся теперь к тому, с чего мы начинали. Когда вы, как белка в колесе, постоянно решаете сложные задачи, когда вы человек, который постоянно думает о том, как бы вам этот путь продержаться там, пробежать, что вам делать дальше. Какие эмоции вы излучаете при этом, если вы не понимаете, какие вам надо излучать. Если мы не понимаем, что надо, мы делаем так, как получается. Помните, как часто ты пришел, там как-то сел на тренажер, и как ты делаешь? А тебе говорит тренер, вы делаете не так. А ты говоришь, а, ну так вы же мне не показали. Конечно, мне не сложно делать так, друзья. Сейчас еще одну секунду, потому что я сейчас, по-моему, живу в зоопарке. То есть, еще раз, когда мы не понимаем, как это устроено, мы пользуемся этим, как умеем. Помните Ариэль из мультика «Русалочка», которая вилкой расчесывала волосы? Ну, то есть, она ее использовала как расческу. В жизни у нас происходит точно так же. Когда мы не знаем, как надо, не понимаем принципа, мы придумываем свои какие-то изобретения этим вещам. И частенько, даже когда в Инстаграм выставляю там фотографию фена или еще чего-то новенького, люди не понимают, что это. И, соответственно, придумывают этому свое назначение. А теперь возвращаемся. Да, абсолютно правильно вы говорите. Напряжение, сосредоточенность, раздраженность. Вы пытаетесь вылезти из какой-то ямы. Из эмоциональной, из финансовой. Вы все время, день за днем, год за годом пытаетесь куда-то пробиться. Пытаетесь как-то выжить. И при этом вы ощущаете, если вы нормальный человек, сейчас объясню разницу между нормальным, то есть человек, который куда-то стремится, у него вектор вверх, вы ощущаете усталость, раздражение и страх. Страх. Страх, что у вас могут закончиться силы, страх, что у вас могут закончиться деньги, страх, что вы не сведете концы с концами, страх, что вы останетесь один, страх, что вы не заплатите сотрудникам или страх, что вас уволят. Все время есть этот страх. Это вибрация низкая, которая под ваш страх и притягивает к вам еще больше ситуаций, которые не дают вам из этого вылезти. Вы этого не понимаете и активно пытаетесь в холостую, знаете, как нажимать на газ в автомобиле, в котором нету двигателя. Вы этого не понимаете. Что-то гудит, жужжит, но машина не едет. Происходит, опять-таки, это по причине того, что вы не понимаете этой взаимосвязи. Да, хорошая, да? Пытаюсь говорить, у меня столько мыслей впереди, и я забываю, о чем хотела конкретно сказать. То есть, получается так, что у нас, ну, мы не можем ничего с этим поделать и не понимаем причину. Теперь вернемся ко второй категории людей, к обычным людям. Обычные люди, они живут в состоянии того, то есть, они делают, бегут, как белка в колесе, но они живут уже с четким убеждением, что это вообще невозможно. Что это невозможно, в принципе. Что это все сложно, что это им не дано, что это должны быть какие-то суперудачливые люди. Ну, и как бы у этих людей, соответственно, не получается ничего. И когда вы бежите и при этом говорите себе, что все равно в это не верите, что сейчас не время, что это невозможно, ну, это как-то для меня похоже на такую, знаете, мастурбацию мозга. Как когда ты стоишь на беговой дорожке, ешь при этом булку и говоришь, что все равно это ничего тебе не даст. Ну, то есть, вот такая вот история. Соответственно, получается, что за счет нашей необразованности, нашего незнания и непонимания мы пытаемся решить проблему там, где как бы ее на самом деле нет. Не понимая, что до тех пор, пока мы не устраним свои внутренние, даже не то, что не устраним, пока мы не разберемся, как изнутри влиять на свою реальность, бесполезно что-то делать. Я уже приводила неоднократно пример и говорила о том, что я осознала это тогда, когда в очередной раз получила провал, провал финансовый, сильный. Для меня финансы – это очень важная составляющая моей жизни, потому что я люблю развиваться, я люблю развивать своих детей, я люблю путешествовать, я люблю комфорт. И для меня важно эта составляющая. И я вам хочу сказать, что когда денег нет на это или вообще их нету, ну, как бы их хватает только на нужды, то, конечно, говорить о том, чтобы все это было возможно, не приходится. И, соответственно, я начала задаваться вопросом, почему чем больше я стараюсь, чем больше я вхожу в состояние рабочей лошади и стресса, тем хуже у меня стало получаться. То есть, знаете, все такое ощущение, как бы вроде бы как во внешнем мире, вы знаете, все должно случиться, вроде бы и правильные люди, и рыбка клюет, но каждый раз, когда ты достаешь удочку, ты видишь, что она у тебя пустая. И ты не понимаешь, что с этим делать, ты стараешься еще больше, ты думаешь, ничего страшного, я соберусь, я еще больше смогу. И снова получается так, что опять пустота, от этого жутко устаешь. От работы без результата устаешь очень сильно. Я вам хочу сказать такую вещь. Мы с мужем иногда сейчас, вот у нас тоже такие очень активные периоды, потому что сейчас переделываю марафон, рерайтер жизни, и очень много работы, прям каждый день очень много всего делаем, переделываем, доделываем. И иногда сильно устаем физически. И каждый раз, когда мы говорим, как я устал, мы добавляем, и он, и я, что как круто, что сегодня мы устаем, но мы получаем от этого и удовольствие, потому что мы знаем, что то, что мы делаем, нужно, мы точно это знаем. И мы получаем за это деньги, потому что еще какое-то время назад у нас был период, когда уставали мы ничуть не меньше, только если сейчас мы можем поехать на Мальдивы, то тогда мы могли поехать, я не знаю, в лес максимум, вот, в одну сторону. Поэтому это очень-очень важный нюанс и момент. К чему это все веду? А веду это все к тому, что я постоянно слышу от людей такую простую вещь, что у нас нет времени. И мы с вами с этого начинали эфир. Что когда вы говорите о том, что у вас нет времени, потому что вам нужно сейчас решать проблемы, зарабатывать деньги и спасать человечество, я вам могу сказать, что вы себя загоняете на беговую дорожку, которая никогда не остановится. То есть вам иллюзорно кажется, что скоро появится финиш, но он не появится. Самое страшное в этой ситуации для человека-бегуна остановиться и поверить в то, что сейчас, когда он остановится, он не умрет. Потому что у нас действительно есть страх, как у лисы, которая бежит по лесу, а сзади охотник, что если она остановится, ее прикончат. Но вполне возможно, что это как в простоквашино, просто бежит собака, которая хочет сфотографировать. То есть как бы тут тоже очень такие вопросы, мы же сами себе придумываем наши страхи. Я вам могу сказать одно, что до тех пор, пока вы не разберетесь и не начнете в свою голову настраивать на успех и менять ваши вибрации, не разберетесь с тем вот этой вот истерикой, как ее избежать, и не поймете, что чем больше вы истеричите и боитесь, тем больше в вашей жизни проблем, вы, к сожалению, не сможете добиться какого-то серьезного успеха, особенно в долгую. Короткие какие-то прояснения бывают, абсолютно согласна, бывают. Это как какие-то подарочки. Мне всегда казалось, что это, знаете, судьба сжалилась и дала передышку. Но тем не менее, они краткосрочные. Потому что даже когда мы получаем подарки, мы начинаем паниковать, что скоро подарки закончатся, а что будет, если дальше ничего не получится. И естественно, и естественно, что все начинает не получаться. Вот как бы и все. Так, сегодня я планировала ехать покупать путевку в Египет, но вышла из дома, обнаружила, что забыла кошелек, начала злиться и раздражаться, но потом переключилась и подумала, что это знак. И позже узнала, что с завтрашнего дня, скорее всего, ведут локдаун в Польше. Ну, вот видите, во всем абсолютно... Я вообще, знаете, я воспринимаю жизнь как свою лучшую подругу. То есть для меня все то, что со мной происходит, я воспринимаю как лучшее, что для меня может произойти. То есть я себе программирую, чего я хочу, но если происходит что-то не так, как я себе придумала, я воспринимаю это как лучшие подарки, которые делает мне судьба, которой я абсолютно доверяю. Вот так. То есть я все время говорю вслух, чего я хочу, я над этим работаю, но любые поправки я принимаю как план, который я просто не знала. Вот, собственно, и все. То есть это очень-очень важно. Простите, я не буду отвечать во время эфира на вопросы, которые совершенно не относятся к данной сейчас тематике. У нас сейчас вот много людей, давайте будем их уважать. Работа над ошибками. Так какую же работу над ошибками я хочу, чтобы вы провели? Первое, я хочу, чтобы вы поняли, что если вы хотите выпутаться из какой-то ситуации, особенно которая, вот, как я сказала, выглядит в виде спирали, и вы не развиваетесь, не чувствуете этого развития в виде финансов, в виде своего удовлетворения, необходимо остановиться. Остановиться это не значит уволиться с работы, уйти оттуда. Остановиться это значит в своей голове сказать, что мне необходимо время для того, чтобы я изменил, я нашел новый какой-то путь, мне нужно вылезти из этого. Это первое. Это нужно себе сказать. Если вы этого не скажете, дальше ничего не пойдет. Поставить это в приоритет и сказать себе, что я бегал, сколько я так уже бегаю? Я бегал столько уже, я продолжаю бегать, и я вижу, что это не приносит мне результат. Я, как человек, который пытается быть осознанным, говорите вы себе, хочу научиться немножко думать. Не просто бежать, а думать о том, что со мной происходит. Соответственно, мне необходимо на это время. Я даю себе месяц. Месяц это очень хороший срок, потому что его вполне достаточно для того, чтобы начать над собой активную работу, и для того, чтобы наше сознание не испугалось. Потому что, когда человек говорит, я даю себе год, ваше сознание говорит, ты что, идиот, ты же умрешь, мы умрем, все, нет, никакого года. Вам необходимо установить с собой этот срок. А дальше очень важно разобрать то, почему вы пришли к тому, что у вас есть. Как правило, это анализ ваших эмоций, анализ ваших реакций на мир, анализ ваших внутренних убеждений, которые у вас живут по отношению к деньгам, к жизни, к вашей работе, по отношению к самому себе. Как правило, когда мы на рерайтере начинаем делать такой разбор, то многие люди приходят в замешательство от того, что на себя навешано столько клише, на себе висит столько замков со страхами, с ограничениями, с блоками, с чужим мнением, что себя найти, нужно прям целую капусту с себя снять, чтобы ты как кочерыжка где-то внизу. Вы можете считать, что все это глупости, что все это не имеет никакого значения. Вы можете выбирать эту себе реальность за правду. Я каждый раз задаю только один вопрос себе в таких случаях, когда я делаю какой-то выбор, и прошу, чтобы вы задали его себе. Спросите себя, принесет ли вам вот это убеждение, например, что все это неправда и что все это глупость, принесет ли оно вам какую-то видимую пользу, даст ли оно вам хотя бы шанс на ваше спасение. Просто задайте себе этот вопрос. Я когда-то себе его задала и никогда не пожалела, что я отныне, ну уже не отныне, уже достаточно давно, выбираю для себя те убеждения, которые помогают мне развиваться и достигать целей, которые не начинают говорить «нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет». Конечно, у меня есть какие-то мои жизненные программы, но тем не менее в этих вопросах я однозначно смотрю вперед и однозначно выбираю для себя путь развития. Я прекрасно понимаю, что именно наше внутреннее определяет наше внешнее. Я это уже неоднократно проверяла, и я говорила о том, что мне очень нравится эта версия событий, и еще и потому, что для меня всегда было проблемно что-то идти решать во внешнем мире. Я достаточно нелюдима, я не очень люблю людей ВКонтакте, я привыкаю долго к людям, я не из тех, кто любит открывать дверь ногой или рукой, ну в общем-то. Я как-то предпочитаю притягивать к себе. И когда я узнала этот инструмент того, что я могу к себе буквально притягивать людей нужных, нужные ситуации, все, что мне необходимо с помощью силы своей мысли и с помощью специальных ментальных практик, которыми я занимаюсь, конечно же, для меня это стало очень классным инструментом, потому что мне это очень близко и очень нравится. Поэтому первое, к чему необходимо вернуться, это осознать, что хватит быть жонглером, который пытается управлять своей жизнью, дергая за какие-то ниточки с перепугу по кругу и не понимает, что происходит. Дайте себе возможность поработать со собой, поработать со своими мыслями, поработать с собой изнутри, успокоить себя и разобраться, ответить себе на вопросы, чего я вообще хочу. Знаете, у женщин есть такая интересная тема, они очень любят спасать отношения с мужчиной, с которым им отношения не нужны. По инерции. Там, он меня разлюбил, как же он меня разлюбил, или он там кому-то ушел, или он на кого-то другого смотрит, мне нужно его вернуть. Это даже в институтах практикуется, когда девочка, скажем, девочка нравится какому-то мальчику, он ей не нравится, но как только этот мальчик обращает внимание на другую девочку, девочка начинает делать все, чтобы мальчик к ней вернулся. И вот в жизни у очень многих людей обстоят дела именно так. Люди сражаются за работу, которая им не нравится, но просто они за нее сражаются. Люди сражаются за отношения, которые близко не являются их идеальными, и вместо того, чтобы строить новые отношения, они клянутся, что будут мстить всю жизнь, но никогда не простят. И так далее. Люди спасают бизнес какой-то, который им не нравится, который у них не развивается, а не получается, но только для того, чтобы друзья или знакомые плохо о них не сказали, или конкуренты не подумали о том, что они сдались. Мы действуем зачастую в жизни по каким-то очень странным правилам, глупым, дурацким. А я приверженец эгоистов. Я все время говорю вам о том, что если вы хотите получить, ну начать научиться хотя бы как-то жить круто, жить так, как вы будете получать удовольствие, вам необходимо стать эгоистом. А стать эгоистом – это означает поставить свои собственные желания на первое место, понять, чего вы хотите, не исходя из того, что у вас есть, не исходя из того, чтобы кому-то сделать неприятно, не исходя еще из чего-то, чтобы оправдать доверие мамы или папы, а исходя из своих собственных желаний. И так часто бывает, что когда ты начинаешь думать о собственных желаниях, то оказывается, что твоя жизнь может перекроиться очень сильно. И я вам хочу сказать, что, наверное, это лучшее, что вы можете для себя сделать – стать эгоистом. Стать эгоистом и, наконец, найти ответы на вопрос, чего я хочу, каким человеком я хочу быть, как я хочу выглядеть, что я хочу носить, хочу ли я кого-то рожать или не сильно, с кем я хочу жить, какие у меня будут эти отношения, как я хочу работать, как я хочу. И удивительным образом, как я уже говорила, для меня было то, что для огромного количества людей именно ответ на вопрос, как я хочу, ну не в частности я, а человек я, оказывается самым сложным. Люди всегда знают, что хочет их муж, жена, там дети, бабка, вот еще кто-то. А чего человек сам хочет, он не знает. Многие выбрали для себя позицию жертвы, ну для того, чтобы быть удобным для других, для того, чтобы нравиться другим. Это знаете, как вот, чтобы нравиться учителю, ты носишь ту одежду, в которой он тебя хвалит. Вот у меня Ева, например, вообще не такая. Она иногда что-то как наденет на себя в школу, учитель говорит, как? Она говорит, ну мне так нравится. И вот плевала она на чье-то мнение, у нее есть свое собственное понимание того, какая она. И я вам хочу сказать, что нам есть чему поучиться, потому что когда мы начинаем себя постоянно затравливать, когда мы постоянно начинаем бояться с собой поговорить, мы в итоге и превращаемся вот в этих бегающих белок, которые не в состоянии думать, которые постоянно делают роль жертвы. Что мамы говорят? Я ради тебя, я ничего не делала сама, для себя, я все для тебя работала, все тебе отдавала, я себя там, или я тебя воспитывала, я тебя не хотела отдавать в детский сад, чтобы там тебя злые… Все время есть какие-то оправдания ради кого? Так вот в следующий раз, когда вы задумаетесь кому-то сказать, что вы ради него, перестаньте это делать, сделайте что-то ради себя. И ради себя приходите на рерайтер жизни. Ради себя, не ради кого-то, ради себя. Меня поражает, как некоторые девушки мне пишут, Оля, я очень хочу прийти к вам на рерайтер жизни, но мой муж против. Я вообще этого не понимаю. Ну, я этого не понимаю. Меня тоже иногда Сережа против, когда я покупаю косметику на 1000 долларов. Ну, против. Ну, тем не менее. Ну, а я за. Ну, все, я знаю, что он против. Я тоже против, когда он хочет купить очередной какой-то новый компьютер. Но, тем не менее, я против, он покупает. Ну, мы же свободные люди, как бы. Мы оба зарабатываем деньги, мы нормальные, у нас есть там… Ну, что это? Что значит «я против»? Что значит «я против»? Я против – это ты можешь не пойти со мной в магазин, а купить мне что-то или не купить – это уж такое дело. Поэтому я вам хочу сказать, что пришло время возвращаться к себе, к своим собственным желаниям и к своей жизни. Это важно. Это важно. Ребята, это нормально. Я знаю, у меня очень много людей пишут после эфиров, что у них происходит открытие глаз на жизнь. Я не знаю, кто так сильно вас завербовал и кто так сильно навязал вам вот эти мнения, какими вы должны быть. Вы должны быть собой. Единственное, что вы должны – это быть собой. Единственное, что вы должны – это разрешить себе разобраться в том, какой вы. Потому что я в этом процессе нахожусь вот сейчас очень активно. Вы думаете, я всегда знала, какая я? Нет. Я вот сейчас вот нахожусь со всеми своими скелетами, страхами. Тоже всякое есть. Но я, по крайней мере, это все достаю, вот так выкладываю перед собой и знакомлюсь. Потому что, да, у меня есть какие-то интересные стороны, нестандартные, но, как я говорю, все гениальные люди, немножко крейзи. Но я не прячу их. Я не пытаюсь сделать вид, что перед собой. Мне не нужно их выставлять в масло. Но я-то должна знать, какая я. Что мне нравится, чего мне хочется, что для меня нормально, а что для меня ненормально. Не для общественных норм, не для общественных масс, не еще, а для меня. Ну, когда мне как ни с собой сейчас знакомиться? В 5 лет мы лезли, или там, не помню, в 5, наверное, мы лезли в трусы друг к другу рассматривать. И нам родители говорили, так нельзя. Били нас там по рукам или ругали, и говорили, нельзя так. Нам все время что-то бьют по рукам. Мы во взрослой жизни бьют по рукам. Ты же вырастаешь, а мама продолжает тебя бить по рукам и говорит тебе, ты сейчас мать, или ты жена. И все время тебя кто-то пытается научить, кем ты должен быть. Тогда, ребят, ну заебали вы? Ну скажите так когда-нибудь. Ну что вы начинаете? Ну что вы начинаете? Начните разбираться с самими собой. Это так круто. Это дает столько вам нового. Это настолько вас освобождает. И самое интересное, что когда мы начинаем себя доставать, мы способны начать контролировать свои эмоции. Мы способны начать выбирать для себя лучшие эмоции. Сейчас вот, когда мой муж начинает со мной ругаться, раньше я так сильно расстраивалась. Я прям, знаете, как будто бы свой мир закрывала в этот момент на замок, и бежала быстрее чинить его мир. И сделать все, что угодно, милая, если ты меня смотришь, что... Знай это. Готова была сделать все, что угодно, только чтобы починить наш раздор. Сейчас я ржу. Ну, когда происходит такая вещь, я ему говорю, ну, дорогой, как бы... Ну, сори, ну, ты взрослый мальчик. Ну, смешно, но если ты сейчас и вправду считаешь, ну, прости, ну, как бы, ну, поживи с этим. Хочешь, мы с тобой об этом поговорим. Но я это больше не принимаю как свое. Не принимаю. И больше не требую от него, чтобы он это принимал, мои тараканы, как свои. Ну, это же мои тараканы. А мы все время хотим кого-то навешать, кого-то в чем-то обвинить, кого-то в чем-то. Ну, зачем? Зачем? Вчера я написала в Инстаграме stories о том, что держу себя в форме, потому что готовлюсь к свадьбе с молодым мужем. Много людей написала про мое чувство юмора, а еще часть людей, которые не так близко со мной знакомы, написала про то, что как я могу такое писать, я же замужем. Сережа тоже так на всякий случай спросил этот вопрос, задал, когда там готовится. Я уточнила, что мой партнер должен быть меня младше лет на 50-60, ну, то есть пока он еще не родился. Я вам скажу так, что шутки шутками, но не важно, что вы пишете и говорите, важно, что вы делаете. И если кто-то захочет себе партнера на 50-60, 20-10, 5 лет младше, старше, не важно, он это получит. И я не вижу, не понимаю, почему люди цепляются за слова, но при этом совершенно пофигом, что делают другие. То есть мы не видим то, что происходит у нас под носом, но при этом цепляемся за какие-то слова. В общем, мой месседж к вам очень простой. Вернитесь к себе, вернитесь, остановитесь с этого бегания, остановитесь с этих придурковатых мыслей о том, что когда-то что-то у вас поменяется, и начните, и займитесь этим прямо сейчас. Прямо сейчас. Займитесь этим вопросом. Прямо сейчас. Примите решение, что вы это сделаете. Я знаю, что это делать сложно, поэтому я нахожусь рядом с вами. Я это прекрасно знаю. Поэтому рерайтер жизни я не зря вам так всем предлагаю, потому что это действительно очень классный месяц, в течение которого вы для себя получите огромное количество инсайтов и огромное количество встреч самим с собой. Да, эти встречи вас могут испугать. Да, вы можете оказаться неготовым ко встрече с собой настоящим. Вы можете увидеть себя настоящим и обалдеть. И так может произойти, и с кем-то так точно произойдет. И кто-то захочет все нафиг изменить. И кто-то вдруг почувствует в себе силы. Но это же лучше, чем сидеть в клетке. Чем сидеть в клетке с бомбой замедленного действия. Ведь нас почему начинает от жизни мутить? Почему нас бросает в разные стороны? Почему болезни у людей возникают страшные? Потому что это все внутри вас живет. И вы не даете этому никак выплеснуться. Но считаете себя классными и порядочными людьми. Оно вам надо? Ну куда интереснее быть собой? Ну правда. Ну вот с собой. Мне вот каждый новенький человек считает важным и нужным дописать фразу про «Не ругайтесь матом». Кто-то даже написал, что это низкие вибрации. Что это? Это то, во что вы верите. Я всегда говорю, все, что с вами происходит, если вы верите, что вам это во благо, вам это будет во благо. Если вы верите в то, что это вас убьет, вас это убьет. Даже яблоко с витаминами. Поэтому выбирайте для себя лучшее. Вот и все. И вместо того, чтобы копаться в других и пытаться их перекроить, начинайте с себя. Это очень увлекательно и интересно. Поэтому работа над ошибками – это мелкий разбор себя самого. Всегда. Почему я так себя веду? Почему я это хочу? Почему я так думаю? Почему я на жизнь все время реагирую как проблема? Попробуйте за собой позамечать, как вы реагируете на все, что с вами происходит. Как вы реагируете на любые ситуации, которые у вас есть в течение дня? Вы увидите, что очень много для вас проблемы. Что вы обсуждаете многое как проблемы. Вчера я общалась со своей знакомой, и мы заговорили за дьюти-фри. И я говорю, ну почему в Египте такие отвратные дьюти-фри? С грязными полками, с грязными какими-то продуктами, которые там продаются на этих полках. И говорю, ну дьюти-фри же такая крутая зона, куда попадает огромное количество людей, которые ничем в этот момент не заняты, кроме магазина. А она мне говорит, ну это же идиоты люди. Зачем они вообще в дьюти-фри что-то покупают? Как человек может ехать в путешествие, зайти в аэропорт и оставить несколько тысяч долларов, например, там в каком-то дорогом бутике? Я ей говорю, понимаешь, ты просто другой человек, ты сейчас размышляешь как бедный, ты уже осуждаешь людей с деньгами. Ну там же не оставит несколько тысяч долларов бедный человек, там оставит несколько тысяч долларов богатый человек. Человек, который что-то классное делает, который зарабатывает деньги, генерит эти деньги, он сделает какую-то классную покупку себе. Это же круто! У нее почувствовала злость в этот момент. Не потому что она плохой человек, мы не об этом, она прекрасный человек. Вопрос в том, что мы чувствуем. Нам кажется, что мы очень хорошие люди, мы не можем себе объяснить, почему нам в жизни что-то не дано, но почувствуйте, послушайте, что вы излучаете. Как вы говорите о том, чего вы желаете, как вы отрицаете это, как вы находите в этом плохое, как вас бесят другие люди, ситуации, подумайте об этом. Но зато в спортивном зале сегодня с утреца обсуждались все проблемы, болезни, щитовидок и так далее. Сидят молодые девахи и обсуждают все проблемы своего здоровья, насколько все сложно, тяжело и так далее. Чем больше вы говорите о проблемах своего здоровья, чем больше вы ходите к врачам, тем больше вы болеете. Удивительный момент. Забудьте, пожалуйста, о подписках годовых к врачам. Знаете, как продают. Очень опасная вещь. Если вы заплатите себе страховку медицинскую, вы непременно будете весь год находить в себе какие-то болезни. Это как в машине. Если ты ее застраховал, то ты будешь каждую царапину красить. Вот точно так же и здесь. Если вы себя застрахуете, вы будете себя от всего лечить, и чем больше вы будете себя от чего-то лечить, тем больше вы будете находить других болячек. Поэтому самые здоровые люди, это люди, которые не ходят к врачам, а люди, которые занимаются своей жизнью. Ну, это моя личная теория. Она идет мне во благо. Вот, собственно, такие дела. Так, вы тут, оказывается, понаписывали. Вы тут понаписывали, а я ничего не видела. Ругайтесь, пожалуйста, матом. Видите, как интересненько. У нас с вами похожие вкусы. Сразу вспомнился фильм «Пятьдесят оттенков серого». У меня очень разнообразные вкусы. Сергеевы зашли. Порадовательно своим присутствием. Вы смотрели мой эфир, все мои послания посмотрели. Вот муж у меня отличник. Всегда ходит с телефоном и смотрит на свою жену. Минутка. Поцелую. Итак, да. На этой прекрасной ноте я готова ответить на вопросы, если они у вас есть. А если у вас их нет, то, конечно же, я буду вас и дальше соблазнять. Не этим. Я вас буду соблазнять своим марафоном, друзья. О, честно вам скажу, что я уже мечтаю, когда я закончу новую версию, потому что мне кажется, что я поселилась уже с этим компьютером. Сначала я это все записывала. Вчера я дописывала новые уроки. Такое количество уроков и всего, что просто... А! Не знаю, зачем я это сделала, но... Очень люблю делать круто. И мне очень хочется, чтобы этот продукт и правда стал... Таким, знаете... с мировым запашком известности, чтобы люди передавали его из рук в руки и говорили, ёпсель, как она это делает? Это работает. Скажите, пожалуйста, эфир будет опубликован. Вы знаете, это зависит от Инстаграма, потому что Инстаграм бывает, иногда не публикуют эфиры. Поэтому спросим у него. Спросим у него. Давайте тогда, если это был единственный вопрос, мы будем с вами прощаться, потому что, честно говоря, стала выдыхаться немножечко во время долгих эфиров, потому что сейчас очень плодотворно работаю. Ссылка на марафон «Ревайтер жизни» есть у меня в профиле. Если у вас есть какие-то вопросы, welcome. Заходите, спрашивайте. Скачивайте, пожалуйста, мою книгу сейчас. Есть аудиоверсия уже, почему ваши мечты не осуществляются. Мне кажется, она уже есть у всех, но если вдруг нет, вы можете написать мне в директ, я вам ее обязательно пришлю. Для этого просто напишите в директ «Хочу книгу». Там есть аудиоверсия и печатная версия. Это бесплатно, так что ничего не потеряете. Спасибо всем огромное. Я вам желаю, чтобы вы набрались смелости, добрались до «Ревайтера», потому что рано или поздно вы все равно на него попадете и добрались до своих истинных желаний и научились, наконец-то, говорить себе «Да», говорить «Да» всему, чему вы хотите и отказывать тем, кого вы не хотите. Тоже хочу вам сказать искусство. Люблю, целую, обнимаю и очень вас попрошу, если все-таки мы опубликуем эфир, на что искренне надеюсь, написать несколько слов в качестве отзыва и такой своеобразный оплат. Я вам за это очень признательна и благодарна. Я знаю, что вы у меня благодарные люди, поэтому я тоже с удовольствием провожу для вас эфиры. Обнимашки!